Привет всем! Вы на канале Окси, и сейчас я веду свой репортаж с города Сан-Доминго. Это Доминиканская Республика. За моей спиной очень красивый открывается вид. Это Карибский бассейн. Здесь вообще очень красиво, но, скажу вам честно, здесь очень грязно. И вот сейчас мы находимся на набережной Сан-Доминго. Честно говоря, я немножко в шоке от того, что здесь столько мусора. Оно вроде как красиво всё, вроде пальмочки, всё так мило, но вот этот мусор, вот посмотрите даже в море в этом. Надеюсь, вы видите на заднем плане сколько мусора. И если посмотреть вот сюда вниз, тоже можно заметить мусор. Я не знаю, почему здесь так грязно и почему люди не убирают, но, с другой стороны, здесь всё равно есть где погулять, провести время. Вот сейчас мы находимся на набережной. Здесь вот такие вот тренажёры. Здесь можно позаниматься. Сейчас продолжу своё путешествие. Я поснимаю ещё что-нибудь. Посмотрите, если вам видно, пеликаны огромные плавают в поисках рыбы. Здесь вот так вот всё это выглядит. Дело с мусором. Ни одного, конечно, человека, отдыхающего в этом мусоре нету. Все отдыхают за городом, где более чистое море, и нету вообще мусора. Здесь картина отвратительная. Посмотрите, сколько мусора. Ой, капец. А пластиковых вот бутылок, банок. Боже мой, люди, ну хватит уже этот пластик производить и использовать его. Это ж просто невозможно. Сколько погибает животных. А сейчас немного правды о Доминиканской республике. Это государство находится на острове. Здесь проживают 10 миллионов человек. Остров разделён на два государства. Гаити и Доминиканская республика. Гаити более бедная. Доминиканская республика считается более богатая. Именно в Доминиканской республике расположено больше всего отелей. Также Доминиканская республика делится на две части. Эта часть Доминиканской республики более бедная, нежели северная часть Доминиканской республики. Ездили в Санто-Доминго. И сейчас вы увидите фото. Можно это не так красиво, как в туристических журналах. Но это реальность. В южной части Санто-Доминго люди живут очень бедно. Дороги в ужасном состоянии, машины разбитые, дома из фанеры. В центре Санто-Доминго можно увидеть несколько красивых зданий. Но в красивых зданиях живут, наверное, 5-10% только населения. Столица Санто-Доминго, она оказала на меня большое впечатление. Санто-Доминго и Пунта-Кана, они абсолютно разные. Могла поверить, что в Санто-Доминго может быть все так плохо. Но надо было один раз в своей жизни это все увидеть, действительно. Женщины на голове носят большие чуки. Такси, собранные из нескольких автомобилей, все разбитые. Это реальная Доминиканская республика, к сожалению. А сейчас мы находимся в ботаническом саду Санто-Доминго. Здесь на первый взгляд все очень даже культурно, очень даже все красиво. Посмотрим, что нас ждет дальше. Так, а дальше нас ждут вот такие красивые рыбки. Вот я очень их обожаю. Серые какие-то мрачные, вот эти золотые, конечно, впечатляют. Красивый такой парк, красивая природа, пальмы, кувшинки розовые. Ой, класс, я люблю кувшинки. Правда, люблю белые, но розовые тоже симпатичные. Голуби наши местные здесь тоже обитают. Вот такой водоем. Все очень даже мило. В этом прекрасном парке также находится, господи, как по-русски сейчас, образование, администрация образования, вот, департамент образования, вот, сформулировала по-русски эту фразу. Вот это именно здание, департамент образования. Здесь очень красиво, вообще, видите, такие вот красивые дорожки, тропические растения. Хочу вам сказать, что вход сюда стоит, и не знаю, сколько, но мы-то как-то шли-шли, и там стояли люди, и я так и не поняла. Мы зашли и пошли, и никто нам ничего не сказал. Посмотрите, какие красивые плоды на этом дереве. Что это такое растет? Я вообще даже не знаю. Листья такие, посмотрите. Что бы это могло быть? Может, кто-то знает? Напишите. Потому что я не в курсе. Вот есть поближе. Сейчас подойду, посмотрим, что здесь такое. Вот они круглые. Не знаю, что это. Что бы это могло быть? Вот они такие красивые. Это задний двор этого здания. Посмотрите, какая пальма здоровая. Обвитая вся какими-то растениями. Вообще, выглядит супер. Потом банановые деревья. Вот это вот на них растут бананы. И вот такая вот огромная пальма. Но оно как-то как финиковое выглядит. Не знаю тоже, что вот это маленькое. Если знаете, тоже напишите, что на этой пальме растет. Я нашла в этом лесу еще вот такой удивительный фрукт. Что это такое? С чем это едят? Неизвестно. Но симпатичное что-то. Вы еще не знаете, что делать со своими пробками и старыми бутылками. Посмотрите, какие находчивые оказались санто-домиканцы. Не знаю, правильно ли я сказала. Но это выглядит смешно. Тем не менее, вот эти бутылочки украшают их сад. Гаден, хотела сказать. Вот такая красота. Пальмы, голубое небо. Теплотынь. Клево. Ой, друзья, я шла-шла, изобрела в лес. В прямом смысле этого слова. Здесь вообще даже нету тропинки. Посмотрите, как все заросло. И вот это вот красота. Так круто. Здесь такой тенечек. Вообще эти заросли. Вот эти растения такие крутые. Только обезьян не хватает. Ну и слава богу, что их здесь нету. Потому что на Бали меня обезьяны просто атаковали. Так, нашла еще очень симпатичные цветы. Они крупные довольно-таки. Вот так они выглядят. Мне все надо потрогать. Надеюсь, они не ядовитые. Здесь никакой информации нет. Вот. Это красота. Посмотрите. Деревья действительно очень высокие. Посмотрите, какая высота. Вот это лианы на них. Вот это вот все. Я не знаю, сколько метров. Но пятиэтажное здание как минимум. Может быть, на камеру это не передается. Но действительно очень высокие. Все такое крупное, скажем здесь. Долго прогуливаясь по прекрасному парку ботаническому, я нашла вот такой вот еще прудик с фонтаном. Здесь немного свежо. И если вам видно, вот есть радуга небольшая. Вот там вот. Не знаю, на камере это заметно или нет. Так же кувшинка или лилия. Наверное, это лилия, потому что кувшинки, они же желтые и маленькие. Это, наверное, лилия. Вот. Там их еще несколько. Очень красивое место. Если вы находитесь где-то в Санто-Доминго или недалеко, советую посетить. Потому что на фоне города, конечно, там есть и новые дома, и очень много старых таких неухоженных зданий, попадаешь сюда и отдыхаешь морально после того всего ужаса, который ты видел, попав в Санто-Доминго. Есть, конечно, красивые места, но их очень мало, честно говоря. Вот еще кувшинки. Смотрите, вот такая вот местность здесь. Посмотрите, какие здоровые алоэ вера. Хочу сказать, что этот парк очень-очень-очень большой. Если вы хотите приехать сюда на часик, то вам не удастся. Здесь очень много зон, где собраны растения с различных регионов. И с Америки, и с Японии, и с Мексики. И не буду продолжать, их очень много. И действительно парк огромный. Вот так вот выглядят дороги. Право, лево есть указатели. И можно передвигаться на шаттлах. Здесь ходят такие. Мы не знаем, во сколько они, где, когда. Поэтому мы просто идем и любуемся, наслаждаемся. Но уже после часа такой прогулки, по жаре плюс 35, наверное, градусов даже 40 на солнце, я хочу сказать, что это не очень такое прям удовольствие. Надо заканчивать, наверное, эту экскурсию. Потому что уже просто валимся с ног. Пошли вот карту небольшую. Очень плохое содержание, потому что очень кратко все объясняется. Посмотрите, какая она огромная. И действительно много здесь всего собрано. Спасибо, что смотрели мое видео. Я надеюсь, вы не сильно испугались фотографиями Санта Доминго. Но я думаю, я вас порадовала красивым ботаническим садом. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Смотрите следующее видео. Также про Доминиканскую республику. Всего хорошего. Увидимся скоро. Пока-пока, мои друзья.